МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы продолжим наш сказ о перчатках. В Средневековье великая перчаточная эпоха заканчивается. Но перчатка и не думает умирать вместе с ней. Новые времена готовят ей не только дальнейшее эстетическое и техническое совершенствование. Она приобретает новые оттенки смыслов в социальной символике. Во второй половине 17 века в царствовании великолепного Людовика XIV во Франции в моду входят кожаные перчатки, которые отделывали кружевами, вышивкой и драгоценными камнями. Искусство многих поколений мастеров делает перчатки драгоценным аксессуаром аристократического костюма. Усложняется и перчаточный церемониал. Испанские гранды перчаток не надевали, а держали их в руках. В перчатках нельзя было оставаться в присутствии папы и короля, в церкви и на похоронах, во время траура и по случаю торжеств. Можно было забыть снять шляпу, но совсем небезопасно остаться в перчатках. Перчатки старались сделать пошире, чтобы снять их можно было скорее, чем прочитать достаточно краткую молитву Аве Мария. Был достоин осуждения тот, кто снимал перчатки зубами. Или того хуже, подавал руку в перчатки, что означало оскорбление, или пытался что-то взять рукой в перчатки. Огромное количество запретов вынуждало мужчин, в конце концов, не надевать перчатки, а носить их за поясом. Вельможи того времени часто заставляли слуг носить за собой надушенные перчатки, как некогда оруженосцы носили за средневековым рыцарем его железные рукавицы. Примечательно, что в интеллектуальном прорыве возрождения перчатка пытается выйти за пределы своих возможностей и освоить новые области своего применения. Так в одной из своих рукописей великий Леонардо да Винчи в конце 15 века нарисовал и описал перчатки-ласты для плавания в море. Оказавшись в цепких женских руках, перчатки уже не сходили с них. В повседневном обиходе благородные дамы весьма неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Оголение женских рук в свете уже становится практически невозможным. А по своей длине белоснежные льняные перчатки у дам уже достигают локтя. Ну, чем ни паранжа, только для рук. В моду входят надушенные перчатки. Причем не только женские, но и мужские. Изготовление перчаток и духов практически представляет собой смежные области производства. А перчаточники и парфюмеры нередко входят в один и тот же цех. Причевой изысых уже стал случай, когда французская королева Екатерина Медичи умертвила супругу Наваррского короля, подарив ей надушенные ядом перчатки. Чем пополнила список своих злодейств. С 17 века начинается состязание дамских перчаток с рукавом. Чем короче был рукав, тем длиннее перчатки. А стягивать их стало хлопнуто. И тогда, уже во времена Великой Французской революции, было решено обойтись без пальцев, оставив одно запястье и ту часть перчатки, что скрывало руку до локтя. Так в женскую моду вошли метенки по французским метам. Хотя такие перчатки без пальцев были известны еще задолго до 18 века. Однако теперь, и особенно в 19 столетии, метенки служат исключительно эстетическим потребностям милых дам. В мужском костюме эпохи барокко и рококо мужские перчатки в буквальном смысле теряются под натиском кружевных манжет, закрывающих руки мужчин. Перчатки все же носят, но былого значения им не придают. Зато мода на дамские перчатки процветает. Увлечение античностью в конце 18-го и начале 19-го веков отразилось и на костюме. Романтические дамы хотели быть нимфами и богинями. Платья шили из легких прозрачных тканей почти без рукавов. Теперь необходимым дополнением женского туалета стали длинные выше локтя перчатки и уже знакомые нам метенки или метени. Женщины меняют этот предмет гардероба по 3-4 раза в день. С начала 19-го века перчатки возвращаются в мужскую моду. Костюм мужчины стал строже, открылась рука, да и сами мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала. Законодатель дендизма первой четверти 19-го века Джордж Брамл по прозвищу Красавчик Брамл заказывал перчатки двум мастерам. Один краил и шил пальцы, другой – запястье. В 1807 году англичанин Джеймс Винтер изобрел машину для пошива кожаных перчаток. Тогда же были запатентованы резиновые расстегивающиеся перчатки. В первой половине 19-го века перчаткам уделялось столько внимания, что Бальзак посвятил им небольшое эссе – этюд о нравах, угаданных по перчаткам. В этом коротком психологическом очерке изящная и остроумная графиня определяет по перчаткам характеры и любовные похождения нескольких мужчин. По сути, в 19-м веке перчатка господствует в социальном ритуале. Правила хорошего тона рекомендовали женщинам, приходящим в гости, снимать перчатки только за столом. А в метенках можно было оставаться в течение всего вечера. Если хозяйка дома принимает гостей в вечернем платье, она должна быть в кружевных метенках. Браслеты полагалось носить поверх перчаток, а кольца – при метенках. Цвет перчаток был очень важен и зависел от костюма и ситуации. Так к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов – перчатки в тон костюма. Белые перчатки, главным образом лайковые, носили лишь в особенных случаях, таких как свадьба, бал, званный вечер или посещение театра. Именно белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу. При других обстоятельствах, особенно у мужчин, цвет перчаток зависел от костюма и от ситуации. Клуб, визит, охота, прогулка и так далее. Охотничьи перчатки, к примеру, чаще всего выделывались из желтой кожи. Существовали и определенные цветовые предписания в дневном круге ношения перчаток. В начале дня надевали более светлые перчатки, а темные перчатки – к вечеру. В то время перчатка расценивалась как очень деликатная часть гардероба. Надевать перчатки можно было только дома, поскольку делать это на улице, так же, как и завязывать ленты шляпы, считалось верхом неприличи. По сути дела, без перчаток ни женщины, ни мужчины не выходили из дома в течение всего дня. Любопытно, что в очень многих случаях в перчатках оставались и в помещении. В популярном руководстве «Хороший тон», изданном в конце 19 века, молодым людям советовали. Во время еды перчатки не снимайте, даже в том случае, если бы перчатки ваши лопнули. Ввиду предусмотрительности, едущи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать. Светские рекомендации также гласили, на обедах по приглашению перчатки снимают, только садясь за стол, раньше, чем развернут салфетку, и прячут перчатки в карман. Или же при неудобных карманах перчатки оставляют на коленях под салфеткой. Положить же перчатки подле своего прибора на стол положительно неприлично. Одевать перчатки снова следует после обеда. Одеть их раньше значило бы напомнить хозяйке дома о том, что пора вставать из-за стола. Если на званом вечере одного из гостей попросили сыграть на фортепиано, то перчатки следовало снять не раньше, как сидя у инструмента и одеть их снова по окончанию игры. А вот во время пения перчатки не снимали. Еще один деликатный момент. Танцевать без перчаток или только в одной перчатке в высшей степени неприлично. Как мужчины, так и дамы должны всегда танцевать в перчатках. Сейчас, после окончательного раскрепощения полов, последнее предписание кажется особенно абсурдным. Какой тогда вообще смысл танцевать в перчатках? Вот вам замечательный пример того, как исторически меняется человек и предписанные его чувственной природе вольности. О времена, о нравы. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова